какие виды сложных предложений бывают давайте повторим их и составим наглядную схему того что вы уже выучили в предыдущие годы все сложные предложения делятся на две группы по наличию союзных слов или союзов связывающих части сложного предложения те сложные предложения которые связаны по смыслу интернационно и при помощи союзных слов или союзов называются союзные те которые связаны по смыслу интернационно но без помощи союзных слов или союзов называются бессоюзные все союзные предложения делятся на две группы в зависимости от мыслового и грамматического отношения частей сложного предложения друг другу сложно сочиненное предложения и сложно подчиненные предложения. Условия жизни изменяются, и зло перестанет господствовать, и человек станет человеку самым близким другом и братом. Это сложно сочиненное. Когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей комнаты. Это сложно подчиненное. Каждая из них, в свою очередь, делится на группы. Например, сложно сочиненные предложения делятся на группы в зависимости от разновидностей сочинительных союзов, соединяющих его части. Первое. С соединительными союзами и, да, в значении и, тоже, также, ни, ни. Второе. С разделительными союзами. Или, либо, то, то, не то, не то. Третье. С противительными союзами. А, но, да, в значении но, зато, однако, же. Сложно подчиненные предложения делятся на виды в зависимости от вопроса, на который отвечает предаточное предложение. Первое. С предаточными определительными, которые отвечают на вопрос «какой?», «чей?», «который?». Второе. С предаточными изъяснительными, они отвечают на вопросы косвенных падежей. Третье. С предаточными обстоятельственными, образа действия, степени, времени, места, причины, цели, следствия, уступки. От интонации и смысловых отношений частей в бессоюзном предложении зависит знак припинания между ними. На стыке простых предложений в составе сложного ставится запятая или точка с запятой. Днем жарко, весело, в голубом небе круглятся белые облака. Река вьется верст на десять, тускло-синее сквозь туман. За ней водянистая зеленая луга, за лугами пологие холмы. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно проступает даль. При интонации причины или интонации раскрывающей или дополняющей первое предложение на стыке простых предложений в составе сложного ставится двоеточие. Трус не любит жизни, он только боится ее потерять. Степь пестрела цветами, ярко белели ромашки, синели васильки, олели полевые гвоздики. Он взглянул наверх, над ним расстилалось бескрайнее осеннее еще мягкое темное небо, усеянное звездами. При интонации следствия, времени, условия, противопоставления, на стыке простых предложений в составе сложного ставится тире. Дуб держится, к земле тростиночка припала. Он неудачно прыгнул, волна накрыла ему голову. Преодолеем перевал до захода солнца, успех экспедиции обеспечен. Наконец, есть и сложные случаи постановки знаков припинания в сложном предложении, например, отсутствие запятой в сложносочиненном предложении. Это происходит, когда части сложносочиненного предложения связаны союзом «и», когда в начале предложения стоит общий второстепенный член. В середине дня начался ливень и подол сильный с резкими порывами ветер. Другим сложным случаем становится постановка знаков припинания в сложных предложениях с несколькими предаточными. Например, в сложно подчиненном предложении с однородным подчинением придаточных не ставится запятая, если они соединены союзом. Если они соединены союзом «и». Весной иволга появляется поздно, когда деревья уже одеты листвой и все лесные певчие птицы уже прилетели. Еще один сложный случай – постановка знаков припинания в сложных предложениях с разными видами связи. На стыке двух союзов ставится запятая, если в продолжении сложного предложения нет слов «то», «но», «что» других указательных слов или союзов. Если же они есть, то на стыке союзов запятая не ставится. Расставим знаки припинания в следующем примере. Для археологии важны вещественные источники, и даже если они спрятаны в земле, они все равно составляют основной разряд памятников, исследованием которых занимается эта наука. Первое разделяет предложение «для археологии важны вещественные источники», и «они все равно составляют основной разряд памятников». Вторая и третья запятые показывают границы придаточной части, даже если они спрятаны в земле. Четвертая запятая ставится перед придаточной частью, исследованием которых занимается эта наука. Виды сложных предложений и правила постановки знаков припинания в них важно знать для того, чтобы правильно писать и уметь оформить любое, даже сложное и распространенное письменное высказывание, чтобы быть правильно понятым.